Сегодня в программе серьезные, важные и нужные дела. Шпатлевка стен и обшивка потолка. Рано или поздно с этим сталкивается каждый домовладелец. Ради нескольких дырок глупо нанимать штукатуров. А потолок своими руками всегда оригинальнее и милее взору, чем стандартный. Смотрите мастер-класс Владимира Ефремова из Астрахани. Не обращайте внимания на мой такой вид. Сегодня я занимаюсь поклевкой наших гипсокартонных стен. Что я для этого использую? Я для этого использую специальную универсальную шпаклевку для заделки шлопа. У меня, значит, мне помогает в этом деле шпатель. Вот такой вот узкий, 6-сантиметровый. Значит, и еще, так, дальше. Второй шпатель вот такой, 20-сантиметровый, 200 миллиметров. Ну и вот такая специальная сеточка. Сеточка, сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот самоклеющаяся сеточка, которая у меня наклеивается на сами швы. Не берите шпаклевки много. Возьмите килограмм 5 шпаклевки. На гипсокартон, вот на такую комнату, идет очень мало. 5 килограмм вполне достаточно. Сейчас я, как вы видите, здесь затер пока. Это не чистовая у меня обработка. Это я пока грубую сделал. То есть, заделал сами швы. Процесс этот не очень трудоемкий. И если приноровиться, можно выполнить его очень быстро. Берем воду и наливаем. В принципе, мне нужно немножко шпаклевать. Смотри, чтобы ведро было чистое, без всяких комочков вставить шпаклевку. И дальше мы насыпаем из мешка, я вот так прям в шпателе. Беру, насыпаю шпаклевку. И разводим в поклевочку до консистенции сметаны. Сразу она вся не впитывается. Нужно будет немножко дать ей постоять, чтобы она начала схватываться. Она как бы взбухает. При необходимости мы можем добавить еще шпаклевочку сюда, чтобы она загустела. Вот она уже начинает загустеть. И пока она как жидкая сметана. Шпаклевка должна быть по густоте, как густая сметана. Вот смотрите, вот на шпателе. Все, шпаклевочка готова. Пленка, хоть она и самоклеющаяся, я не рекомендую вклеить ее сразу на стену. Я рекомендую сначала пройтись шпаклевкой. Есть перфорированная бумага, она немного тоньше. И вот маленьким шпателем мы наносим вот такими движениями шпаклевку на шоу. Беру ерунду. Здесь вот на стыке гипсокартона боковые поверхности у него заужены специально для вот таких сеточек армирующих. Можно использовать перфорированную бумагу для заделки шурупов. Она тоньше, чем эта сеточка. Шурупы, которые у нас остались, мы просто маленьким шпателем затираем вот так. В двух направлениях, чтобы не было отверстий. Поверх армирующей сетки кладем еще тонкий слой шпатлевки. Заполняем пустоты под сеткой, убираем воздушные пузырьки и выравниваем поверхность снизу вверх широким шпателем. Все, стена готова. Вот у нас угол на шпателе у меня есть шпатлевка. И мы ее вот таким вот манером, прям на кончике шпателя, заносим щели. Тонкий слой, если будет, то он потрескается. Поэтому вбивать туда нужно эту шпатлевку основательную. Не просто, чтобы она закрыла щель. Но чтобы какое-то изрядное количество попало внутрь. Пока у меня сохнут стены, я решил заняться потолком. У меня много было вариантов. Даже хотел сделать подвесной потолок, но он мне не нравится. Натяжной потолок тоже. Долго думал и решил сделать, остановился на выборе потолка из обыкновенных пластиковых панелей шириной 25 см и длиной 3 метра. Значит, что я для этого? Потолок я решил подвешивать на профилях для гипсокартона, которые у меня остались от монтажа стен. Значит, тоже долго думал, выбирал, как мне его сделать. А хотелось, конечно, сделать потолок оригинальный. И вот что я придумал. Я придумал сделать потолок из двух видов панелей. Значит, одни панели у меня будут глянцевые и белые, а второй тип панелей у меня будет персикового цвета. Вот такой рисунок у меня будет потолка. Чтобы вам было понятно, вот эти панели у меня будут персикового цвета, а все остальное – белого. Идея заманчивая. Опять же, давайте подумаем, как это все закрепить. Центральной фигурой здесь является серединка. Квадрат метр на метр. Значит, чтобы прикрепить нам вот эти панели, нам нужно сделать квадрат немножко побольше из металлопрофиля. Почему? Потому что на, если изобразить нам середину панели, вернее, край панели должен приходиться на середину этого профиля. Так как толщина профиля у нас 6 сантиметров, то половина вот этого у нас будет составлять 30 миллиметров или 3 сантиметра. Тогда у нас получается метр плюс с одной стороны 30 миллиметров и с другой стороны 30. Нам нужно собрать квадрат со стороной 1060 на 1060 миллиметров или 1 метр 6 сантиметров. Я это уже сделал. Сейчас я вам его покажу. Вот она, центральная часть нашей композиции. Вот этот квадрат и здесь промежуточное ребро жесткости. Для чего оно нужно? Ну, оно нужно для того, чтобы середины панели не провисали, а крепились именно сюда. Люстры на потолке у меня не будут, но если даже и будет, вот это ребро, оно как раз послужит опорой, подвесом для люстра. Соединил я эту конструкцию с помощью обычных клепок алюминиевых, вот, за клепочником. Вот, я ее подвешу на подвесах и в дальнейшем от нее уже и буду плясать. Итак, начинаем с середины. От нее к углам комнаты крепим диагонали. Направление панелей внутри центрального квадрата будет в сторону окна, а остальные листы расположим параллельно стенам, по периметру. Соответственно, крепеж по отношению к панелям должен идти поперек, под углом 90 градусов. Расстояние между балками профиля не менее полуметра. По периметру потолка я установил направляющий профиль, вот, по всему периметру. Видите, что потолок здесь у меня неровный, перепады по высоте большие, поэтому решил я выровнять таким образом. Из углов я натянул строительный шнур, и он у меня перекрестился, видите, в центре. Итак, подвес мы устанавливаем таким вот образом. Берем параллельно. В этом зелье нужно спешить. Как говорил герой, одного из мультфильмов лучше деньги потерять, потом купить деньги для людей. Значит, мы устанавливаем нашу костницу на серединку. Мы можем пока режать ее таким вот образом и вырнуть ее по линии, по линии. То есть, от этого у нас зависит успех нашего предприятия. Ну вот, наша конструкция готова к тому, чтобы мы приступили к монтажу диагоналей. От центрального квадрата, от этой фигуры, я установил профили. Сначала установил диагональные профили. Четыре диагональных профиля в углы комнаты. И, как вы видите, через одинаковое расстояние, примерно 42-41, но все это выверялось нитью. Параллельно расположил еще промежуточные профили для крепления к ним панелей. Видите, рисунок получился типа в виде снежинки. А вторыми вот этими гонцами они упираются в направляющий профиль и соединены, как вы видите, с помощью клепки. Все соединения выполнены с клепки, а крепление профиля к потолку выполнено на подвесах. Итак, первый элемент конструкции у нас установлен. Это вот такое наборное поле из панелей перского цвета. Закреплено это саморезами. Давайте сейчас поближе посмотрим. Вот если видно, первый элемент конструкции, вот он закреплен тремя саморезами. Можно дополнительно, даже нужно дополнительно проклеить герметиком, можно монтажной пеной. Как видно, я начал набирать уже рисунок из панелей. Вот такой вот рисунок. Теперь я хочу обрезать. Эти концы панелей, они все равно никуда не пойдут. Поэтому мы от нее будем избавляться. Я прочеркил уже линию посередине профиля. И сейчас я начну резать. Вот, монтаж потолка закончен. Щели между панелями закрыты нащельниками. Но все равно у нас остаются небольшие огрехи, которые тоже нужно устранить. Вот, например, вот такие перепады в местах соединений. Но не только в местах соединений. Потолок все равно невозможно выровнять. Что мы будем делать? Мы возьмем обычный герметик белого цвета и будем затирать швы. Для этого у меня вот такой есть силиконный герметик. Сейчас мы немножко выдали молечку. И промазываем наши швы. И много не надо. Вот необходимое количество для заполнения швов. Этого герметика наносится. И потом. Я не рекомендую ни шпателя, ничего. Абсолютно. Я рекомендую просто обычный палец. Переупадик. Запаситесь только изрядным количеством каких-нибудь ненужных плян. И вот так вот пальцем мы проводим швы. Здесь уже заполнено герметиком. Вот что у нас получилось. Осталось только шов соединения промазать. И получится такая же картина. Сейчас я приступил к монтажу потолочных плинтусов или молдингов. Значит, это у меня молдинги пенопластовые. Значит, первый я уже приклеил. Но сейчас мы приступим к монтажу второго. Для того, чтобы резать плинтусы, у меня есть свое приспособление. Вы можете использовать стусло обычное. Но сейчас я вам покажу, что у меня есть. Торцовая пила. Значит, у меня, я уже один плинтус смонтировал. Мне нужно будет второй плинтус. Я вам смотрю, как мне лучше обрезать. Ну, вот так вот. Таким образом мы отрезали, значит, вот край стыковой, который у нас будет. И со второй стороны мы снимаем. Мы делаем ровный торец. Ровный торец. Значит, ставим на ноль. Ну, здесь можно положить примерно вот так вот. Все. Ложим и... После этого торец защищаем вот эту паску, снимаем шкурочкой. Здесь у нас будет стык, и потом будет шпаклевка ложиться. И вот не было, чтобы заусенцев. Лучше для шпаклевки маленькая ямочка, чем выступ. И вот таким вот образом мы снимаем вот так пасочку. Теперь мы берем клей для обычной потолочной клейки. Вы можете пользоваться жидкими гвоздями. Вы можете вот таким вот универсальным растительным клеем. Таким. И промазаем. Клей нанесли, и теперь вперед на стену. Вот приезжаем наш липус. Который на базу клеем. Клей нанесли, и теперь мы снимаем минуты на три, чтобы глина чуть-чуть подсохнула. Привращаем внимание на волосы. Клей нанесли. Делаем подрез. Аккуратно, чтобы не продавить сам материал с клинкосом. Потому что он мягкий клинкос. Ну, как делаю лицо, как бы я показал. Сейчас я сделаю силы в этой комнате. На дом будут заполнять промежутки. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...